Общая характеристика грибов. Сегодня познакомимся с еще одной группой живых организмов. Догадайтесь, что это за организмы? Подсказки. Уже в Древнем Риме люди знали и о вкусовых достоинствах этих существ и об их ядовитых свойствах. Появление данных организмов после дождя человек считал сверхъестественным. Древние греки и римляне, китайцы и индусы верили в их божественное происхождение. Тема сегодняшнего урока – общая характеристика грибов. Проникнуть в тайны царства грибов нам поможет путешествие по страницам полевого дневника «Загадочный мир грибов». Первая страница дневника – историческая. Сделав остановку на ней, мы совершим с вами экскурсию в историю микологии. Микология – наука, изучающая грибы. Название науки произошло от греческого слова «микос» – «гриб». Зародилась микология на Балканском полуострове. Первое упоминание о грибах встречается в трудах великого врача Древней Греции Гиппократа и относится к V веку до н.э. Древнегреческий ученый Аристотель тоже интересовался грибами, а один из его учеников – Теофраст – описал все известные ему грибы, разделив их на съедобные и ядовитые. Известный итальянский ботаник Микелли своими опытами доказал, что грибы размножаются спорами. Однако даже такой великий знаток природы, как Карл Линей, долго не мог решить, куда отнести грибы – к животным или к растениям. Продолжаем наше путешествие, и вторая страница, на которой мы остановимся, называется «Исследовательская». Грибы – это растения или животные? Общие признаки – грибов и растений. Растворенные вещества поглощаются путем всасывания, не передвигаются, растут в течение всей жизни. Общие признаки – грибов и животных. Питаются готовыми органическими веществами – сапрофиты и паразиты. Клеточная оболочка содержит органическое вещество – хитин. Отличительные признаки грибов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Тело гриба состоит из тонких белых нитей – гиф, образующих грибницу – мицелий. А теперь давайте сделаем вывод, что такое грибы. Грибы – одноклеточные или многоклеточные организмы, тело которых состоит из тонких белых нитей, гиф, образующих грибницу. Грибы, как и все живые организмы, размножаются. Мир грибов гораздо богаче того, который мы видим в лесу. Они отличаются друг от друга по строению и по внешнему виду. Роль грибов в природе и жизни человека. В хозяйственной жизни человека грибы играют и положительную, и отрицательную роль. Большое значение в пищевой промышленности имеют дрожжи, вызывающие процесс брожения. Многие грибы образуют биологически активные вещества, ферменты, органические кислоты. Их используют в микробиологической промышленности для производства лимонной, глюконовой и других кислот, а также ферментов и витаминов. Ряд видов, например, спорынью, чагу, используют в качестве сырья для получения лекарственных препаратов. Грибы широко употребляют в пищу. На территории нашей страны встречается свыше 150 видов съедобных грибов, но широко используется лишь несколько десятков. Известны грибы – возбудители заболеваний человека, таких как микоз стоп, кистей и ногтей. Некоторые грибы служат причиной болезней многих домашних животных, нанося вред животноводству. Пример такого грибкового заболевания – стригущий лишай. «Если положить на чашу весов полезную и вредную для человека деятельность грибов, то весы примерно уравновесятся» – Михаил Владимирович Горленко.